Музыка Ребят, всем привет! У нас сегодня автомобиль, суровость которого просто максимально, да, из японских автомобилей самый известный, знаменитый внедорожник Land Cruiser, именно 80-ый Музыка 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 80-ый круизер, это, можно сказать, символ 90-х, да, можно сказать, в нашей стране символ японских автомобилей 90-х, так же, как Mark II, только во внедорожной теме Мне не нравится, когда 80-ый круизер именно ассоциируют со всяким контингентом Я не считаю этот автомобиль бандитским И вообще, в принципе, я модель Land Cruiser вот последних поколений не очень люблю Вот это как раз поколение я уважаю Потому что это действительно практичный автомобиль, который просто был создан для того, чтобы быть внедорожником И он в большинстве стран, в большинстве мест, большинством людей именно используется как внедорожник, а не как понтовитая какая-то машина Это вот вам не понторезка однозначно 80-ик, это суровый, правильный джип Автомобиль у нас практически стоковый Не будем считать особым жутким тюнингом небольшой лифт, выполненный пружинами и амортизаторами И чуть-чуть побольше колеса, чем должны быть У нас 35-ый дюйм, да Очень удачная комплектация нам попалась на тест Я бы сказал идеальная, самая правильная комплектация, если вы покупаете праворульную 80-ку Это комплектация VX с бензиновым 4.5 мотором и с полным постоянным приводом То есть все прям таки как надо О правильности комплектации, как я уже сказал, нас свидетельствуют шильдики VX Limited, широкие крылья Ну в общем, сразу видно, что это не стандарт и не GX, которые комплектации победнее У нас вот неспроста она вот так вот стоит задрана, заехавшая на бугор, чтобы было видно ходы подвески Кстати, я вам могу сказать, что даже с родными пружинами, со всеми родными вещами, с родной абсолютно подвеской У вас спокойно влезет 32-ое колесо Ну единственное, конечно, пружины не должны быть уставшие, должны быть свежие Никто, конечно, не сомневается, да, что крузер это серьезный внедорожник, спору нет Мостовая машина с такой суровой надежной подвеской, но и даже по подвеске он имеет свои недостатки Задний мост, задний мост имеет стабилизатор поперечной устойчивости Который в целом может создать проблемы в том плане, что он как якорь внесет внизу И когда вы начинаете преодолевать, он может начать цепляться за поверхность и мешать вам жить Привода, гранаты, бывает, что выходят из строя, бывает, что гнут эту самую балку переднего моста То есть, бывают, бывают всякие сложности у людей Примерно вам могу сказать, неоригинальная граната будет стоить тысяча четыре с половиной Как бы вы долго будете его уничтожать до таких состояний, все-таки долго Ездить можно до тех пор, пока саленблоки не порвутся в реактивных тягах Короче, неспроста, знаете ли, УАЗик построен на схожей схеме Но не стоит забывать, что огромный крузак это в первую очередь экспедиционник Две с половиной тонны махина, да, она оснащена соответствующей мощностью Соответствующей ее размерам и весу Но, ребят, знаете, вот одна ошибка и до свидания Понимаете, вот вы заезжаете на снег и вы прям останавливаетесь, прям визуально видите, как он, как в болото туда так погружается просто Моторчик этот плохо называть моторчиком Никогда в жизни этот мотор моторчиком не называйте Это чудовище, суровое, присуровое, самое большое рядное чудовище у Тойоты Четыре с половиной литра на шести цилиндрах и не V-образник Вот прикиньте, не V-образник Почему бы не сделать было V8, я не знаю Но V8 пошли потом Пока что рядники Итак, четыре с половиной литра бензиновый Это, я вам так скажу, считается, ну типа мажорская комплектация Потому что те, которые комплектации победнее, стандарты GX Они все-таки были с дизелями Дизеля были атмосферные, турбированные Но все всегда мечтали, конечно, о бензинке Только потому, что обычно с бензиновым мотором шли более роскошные комплектации Этот двигатель никогда не оснащался никакими фазовращателями, VVTi Никаким безобразием, которое может ухудшить его ремонтопригодность Сразу поясню, почему сразу я понимаю, что это дорестайлинг Потому что у рестайлинга здесь был бы значок Toyota А у дорестайлинга здесь надпись Toyota, которой сейчас нет, но она здесь была И это уже абсолютно полноценный инжектор 215 лошадиных сил, не 205, 215 лошадиных сил Прет как танк, мы это будем проверять Могли быть карбюраторными эти двигатели Почти что 200 лошадиных сил, 197 И знаете ли, трудно сказать, плохо это или хорошо Поскольку проблем ни те, ни другие особо не доставляют людям Расход у них одинаково большой Единственное, что возможно, починить карбюраторный будет сложно в наше время Все-таки инжекторные предпочтительные Те, обычно те, которые с дизелями и которые стандарты GX Они могли быть дилерскими, знаете ли И могли быть в российской и в североевропейской комплектации И иметь два аккумулятора То есть все было сделано для того, чтобы вы стартовали в жесткий дубак Кстати говоря, те версии, которые сделаны для северных регионов, так скажем Они маленько дефорсированы до 130 лошадиных сил То есть, получается, примерно 10 лошадиных сил украли Но за счет этого получили более выносливую топливную аппаратуру И этот мотор вполне может справляться с нашей не очень качественной соляркой То есть, вот понимаете, не обязательно низкая комплектация может быть плохой Она может оказаться, что она вам наоборот больше пойдет Диаметрально противоположно бывали арабские версии Которые можно сразу выкупить по шильдику GX-R, например То есть, с буковкой R И вот там вы как раз могли поиметь слабенький стартер Который черт с два размаслает, ну, в сильные морозы И прочие неприятности Кстати говоря, вот как раз арабские версии Очень часто бывало люди хотели их приобрести И их немало таких катается Только потому, что у них был второй кондер на задние ряды сидений А вот второй кондер как раз ничего хорошего в себе не имеет Потому что у него эти трубочки все проходят под днищем И если вы начнете преодолевать, вы их к чертой матери отдерете И все равно останетесь уже даже без второго Не только без второго, еще и без первого кондиционера И вообще ничего хорошего из этого не получится И вообще, короче, зачем покупать эти арабские версии Когда есть чудесные японские праворульные, правильно, рульные версии Разумеется, чудес не бывает И абсолютно без проблемных двигателей тоже не бывает И у этого 4,5 литра мотора есть Ну, не сильно так уж прямо сказать часто встречающаяся неполадка Но встречается И это проблема с выпускным коллектором Забитый катализатор может повлиять на коллектор так, что он треснет И его замена, его ремонт, подварка, вот этого всего дела Это трудоемкий и дорогостоящий процесс Ну, потому что, грубо говоря, туда надо лезть Ну, либо, пожалуйста, ребят, дизель Дизели, турбодизели Есть даже 170 лошадиных сил турбодизель Самый мощный такой, редко попадающийся Но обычно это 130, либо 136 лошадиных сил Если у вас в целом не пугает обслуживание дизельного двигателя Не пугает то, что нужно там, допустим, установить турботаймеры и прочие вещи То почему бы и нет Многие джиперы Ну, знаете, кто прям вот именно любит внедорожку такую суровую Они за дизели горой И, может быть, даже это и правильно Для подобной машины это нормально В любом случае, у вас будет, по крайней мере, экономия по топливу Все-таки бензиновый, 4,5 литра 25 литров бензина Скушает пусть и 92-го Но скушает запросто Прям его это совершенно не затруднит А дизель, он все-таки скушает, я думаю, литров 13, допустим Хотя сейчас дизель так подорожал Что, возможно, ну, возможно, вам никакой выгоды с этого и не будет Но, опять же, крутящий момент, тяга, это все-таки очень важно Полный привод у Land Cruiser бывает part-time, бывает постоянный Part-time не рекомендован все-таки к покупке Ну, вот, все-таки вот, крузер хочется, чтобы был на постоянном полном приводе Не боялся, не боялся ничего Но бояться ему все равно чего-нибудь придется Есть два вида полного, постоянного полного привода у Cruiser 80 Первый, самый клевый Но он редко встречается, ребят Вы не обязательно, очень не обязательно, что вы на него когда-либо наткнетесь Но он бывает Это комплектация с такой крутилочкой Которая как раз и включает колесные блокировки А гораздо чаще встречается комплектация такая, как у нас Просто с кнопкой Кнопкой блокировки центрального межосевого дифференциала Вот и все Задний у нас LSD, но спереди нет межколесной блокировки совершенно Поэтому вляпаться можно запросто Это вот дело житейское Механическая коробка, конечно же, тоже могла быть и с бензиновым, и с дизельными двигателями Но тоже не всегда То есть вот, например, сочетание такое, как бензиновый 4.5 и механика Это редкое сочетание Самый подарок для джипера Это атмосферный 1HZ и механика Такие тачки живут у своих владельцев прямо долгими-долгими годами С таким редко кто расстанется Вот сейчас у нас достаточно очень заснежено все И мы сейчас попытаемся прорваться Я уверен, что мы прорвемся Все-таки стоит внимательно и аккуратно пользоваться раздаткой Чтобы не образовывать наклепов на шестернях Знаете, вообще Кстати, раз я об этом сказал Между прочим, глядя на рычаг раздатки Вы сразу можете определить Какой в машине полный привод Даже если шильдиков нет, да, и ничего такого На тех, которые фуллтайм У них просто буковки H, N, L То есть просто понижайка там А у тех, которые партайм У них там 4H Там вот эти все буковки То есть, ну сразу спалите Вот, сейчас мы включим понижайку Мы у нас подспущены колеса Ходиком плюс Короче, будем прорываться Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Делы даже крудака выявлены В общем, грязный Ян, грязный крузер и прочие сопутствующие неприятности говорят нам о том, что давняя поговорка о том, что чем больше танк, тем дальше идти за трактором правдиво, при том, что, скажем, ну, скажем, он стоит, я думаю, 1600, допустим, год 95, например Короче, знаете, ребят, вот ничего не бывает идеального, я вам прямо скажу, ничего Про салон много не поговоришь, мнимая люксовость VX, ну, ребят, выражается всего лишь в пластиковом дереве Вот в этой непонятной, типа, хромированной полосочке там на дверях, ну и в люке Конечно, еще можно учесть там регулировки сидений электрические, но, знаете, это вот настолько такие не особенные вещи Хотя спору нет в какой-нибудь полувоенной комплектации стандарт У вас там будет все такое виниловое, пластиковое, ну, чтобы, типа, можно было просто тряпкой там или из бронспойта мыть салон Вот, здесь, конечно, у нас все-таки там велюровые вставочки, там всякая фигня Что у нас тут замша на сиденьях Ну, ребят, опять же, это все так, ничего особенного в этом нет, я бы так сказал Конечно, существует крузер с шильдиком Lexus, у него немножко другие, конечно, кузовные панели Но технически то же самое Ну, хотя, ладно, а то побьете меня прямо, обкакаете в комментариях Есть тут всякие комфортные плюшки, ладно, ладно, прямо вот есть, да, спору нет Омыватель фар, холодильник, вот, кстати, у нас он работает, только фреоном надо заправлять Круиз контроль, даже, знаете, даже на приборке указывается не только, что открыта какая-нибудь дверь А и что багажник тоже открыт, отдельная лампочка Короче, есть комфортные плюшки, такие, которых нету совсем, совсем деревянном стандарте, например Но все машины для разных целей Вот, кстати, а, кстати, еще вспомнил момент, что вот этой рукоятки для пассажира в американских версиях нету Вот так вот американцам такой вот облом А она, в принципе, удобная вещь Единственное, что подушки безопасности бы, ну, они появились, конечно, попозже, попозже Но вот до рестайлинговой вариации они без этих, без этих дел, и вот это жаль Ну, видимо, рассуждается так, что, как бы, проблемы носорога не его проблемы, да, в связи с его размерами Самая главная важность и самое главное отличие у разных комплектаций салона Это то, что есть разная компоновка сидений Может быть, количество сидящих в этом танке аж до 10 человек Прямо как в десантном каком-то модуле Начнем с того, что двери багажника могут быть либо... Либо... Ну, короче, я вам сейчас покажу Смотрите, либо вот такого плана То есть, ну, и вот эта еще штука откидывается Либо двери, как у шкафа Ну, то есть, в разные стороны раскрывающиеся И вот как раз, которые в разные стороны раскрывающиеся У них обычно сидения вот так вот вдоль Как бы по бокам сидят люди друг к другу лицом И вот эта комплектация обычно с большим количеством людей в салоне А здесь у нас, по сути, обыкновенная, ну, можно сказать, семиместная Как минивэн, что-то типа того Багажник у крузера объемистый Если прям точно в цифрах, 832 литра Но это, разумеется, не когда вот это все здесь разложено, распаковано А когда используются именно вот два сидения То есть, передние и задние, тогда у нас 832 литра багажник Запаска тоже может быть, может не быть У тех, у которых нет его на калитке, она, разумеется, там под брюхом Здесь, кстати, смело можно усесться Ну и можно еще про ржавчину упомянуть С ржавчиной здесь обстоит дело нормально, я бы так сказал Хорошо, если бы у многих машин так дело обстояло с ржавчиной Когда даже незащищенные сварные точки на порогах До сих пор, спустя 25 с лишним лет, еще не заржавели, да? Но вообще ржавчина бывает Она бывает вот где вставлено стекло Бывает вот здесь вот за этими металлическими вот этими окантовочками У заднего стекла, вот на петлях тоже встречается Но знаете, характерная особенность ржавчины на крузере Это то, что она как бы есть Ну где-то, да, допустим Но она так долго-долго, тихо, мирно живет Не распространяясь там внутри, не расползаясь под краской Не превращая машину в гнилое корыто Боюсь, что, наверное, разорилась бы Toyota Если бы до сих пор так делала бы машины Ё-моё К слову скажу, вот эта бутылка, это не наша Это мы просто забрали мусор с пикничков У нас здесь вот тут вот на речке любят пикнички устраивать А прибираться за собой не любят Вот это что это было? Ну что, ребят, подведем по крузеру итог Действительно классный, классный внедорожник Но со своими, разумеется, минусами Но которые, с другой стороны, могут оказаться и плюсами Просто нужно понимать, что он может, а что не может Но зато не стоит забывать на том, что тюнинга на крузеры полным-полно И можно сделать его настоящим вездеходом Все зависит только от ваших денег и желания Так или иначе, исторически так сложилось, что это удачная экспедиционная машина Наравнее, знаете, с его конкурентом Патролом, да? И у нас, кстати говоря, вот в частности вот эта машина Является самым честным экспедиционником Возит экскурсии на Альхон Я вам сразу скажу Если кому-то эта тема интересна Может заглянуть в описание Ну там, конечно, все поподробнее Я думаю, прикольно будет покататься по Байкалу-Альхону В индивидуальных таких турах Вот на таких вот четких тачках Как обычно напоминаю, что слово колхоз добавлено в спам-лист Поэтому не вздумайте покостить по поводу классных уже осовремененных фар Вообще, это на самом деле честно Распространенный такой мини-тюнинг на крузачки Это вы зря, это вы зря Подписываемся на канал Ставим лайк Все ссылки в описании, напоминаю Самое главное, конечно, на инстаграм Ну кроме рекламных Да-да-да Всем пока! Думаешь, мы пролезем? Да-да О, е-е-е, мы вообще тут пролезем Вся, ой, не-не-не-не-не Там нахуй Все, сразу уезжаем отсюда Там кто-то, конечно, месил Герман мне в кадр попал, ефта Да ладно